Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли артист театра имени Моссовета Нил Крапалов. Здравствуйте, Нил! Здравствуйте! Мы с вами сейчас будем знакомиться. Здесь уже живьём, потому что на сцене я вас видел. Видел в ваших сериальных работах. И вот вы здесь. И, конечно, вы пришли с большим творческим багажом под названием «Общение с замечательным театральным мастером Юрием Ивановичем Ерёминым». И это идёт подготовка к спектаклю по мотивам бессмертного произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». И вы в главной роли – Григорий Печорин. Если открыть интернет и вспомнить наши школьные сочинения, то самое часто встречающееся определение Печорина – это «лишний человек». Этого, наверное, всё-таки в репетициях вы избегаете. Словосочетание. Так, ну если по порядку, да. Вот прежде чем, наверное, я скажу про свой разбор Григория Печорина, я бы сказал, что я эту роль сыграл ещё в 15 лет внутри себя. Это был тот день, когда учитель литературы дала нам задание прочитать этот роман. И мне уже тогда понравилось название «Герой нашего времени». Я подумал, как красиво звучит. Но ничего вообще не знал про это. И я помню момент, открыл книгу, и до утра, на одном дыхании, весь роман. И тогда это стало моим самым любимым произведением. Первым. И он потом вошёл у меня в топ-5 моих любимых романов. И сразу я тогда как-то почувствовал, что это моя роль. Прочитал этот роман, но почувствовал, что когда-то я это сыграю. А что касательно «лишнего человека», эту мысль я ещё со школьных времён как-то впитал. И не мог понять её до недавнего времени. Не представлял. Ну как лишний человек, да? Что это такое? Человек, который не имеет целей, мечты, не нужен обществу, или просто не вписывается в какие-то определённые рамки. Но сейчас я нашёл уже ответ на этот вопрос. И мой ответ, я думаю, будет, конечно, на сцене. Лучше один раз всё-таки увидеть, чем я это, допустим, расскажу в самых ярких красках. Не, ну намекнуть можно. У меня концепция такая, да. Он другой. Он нестандартно реагирует вообще на любую ситуацию в жизни. Там, где радуется, он грустит. Где люди боятся, он наоборот с особым азартом пускается. В какую-то авантюру, в интригу или вообще там на смертельную схватку. Я даже не говорил бы он, потому что всё-таки от своего лица... Ну я, да. Я, да. Уже настолько всё-таки роль близка мне. Особенно сейчас. Когда многое, прожитое в моей жизни, уже соприкасается с событиями. Он другой, это и маска, это и показное, и это считывание цены любого человека. Те, кто с ним общаются, он их... Ну, определяет им цену мгновенно. Поэтому быть в одной компании с такими людьми, ему не очень хочется. Он выше их всех. Поэтому он другой. Да, соглашусь с вами. И ещё ему нравится вскрывать характеры людей. Самые яркие проявления. Это удивительная черта, способность. У меня почему-то тоже в последнее время стало какое-то непреодолимое желание кого-то, ну не пошутить, но как-то, может быть, слегка уколоть реакцию. Опасная роль. Уходя со сцены, гасите свет внутри себя. Но в тот же момент искать надо же в себе постоянно. Ну, сейчас, конечно, дело у вас премьерное, и если совершенно перестать ёрничать по этому поводу, то, конечно, ответственность огромная. И я недаром в самом начале разговора вспомнил о Юрии Ерёме, потому что это человек, который очень всерьёз подходит к тому, что делает. Ещё подчеркну, это не просто заказанная у какого-то литератора инсценировка, а он сам всё делает. Всегда. То есть это очень продуманная личная история, которая его волнует, именно поэтому он этим занимается. А что он вам сказал по поводу... Чем он помог? Чем он помог? У Юрия Ивановича особая концепция, особое прочтение этого произведения. С одной стороны, мы приближаемся к классике максимально. С другой стороны, чувствуется как нота актуальности. Слишком заумно сказал, да, но... Это целый аккорд тогда, действительно. Да. Чувствуется, что проблема как будто бы сейчас. Как будто бы сейчас написан этот роман, пьеса, по которой мы сейчас ставим, сценировка Юрия Ивановича. И, конечно, безумное вдохновение приходить в театр и прикасаться к материалу гения. И не менее гениального режиссера Юрия Ивановича, потому что я считаю вообще его своим учителем. Мы с ним не первый проект вместе, не первый спектакль. Вот недавно мы выпустили «Идиот». Ганя Иволгин, да? Да. И с Катей Гусевой, она замечательно играет, Настасью Филипповну, она была номинирована на звезду театрала. А еще удивительно то, что спектакль «Идиот» был поставлен Юрием Ивановичем около 20 лет назад. Да. И Ганю Иволгина играл Олег Менщиков и Александр Домогаров. И когда меня распределили тоже на эту роль, я подумал, что это тоже определенная высота, которую мне надо взять. Но возвращаясь к Печорину, он говорил о том, что это Михаил Юрьевич Лермонтов. Печорин, Сирич Лермонтов. Нет? Мелькало. Мелькало. Да. В принципе, о чем-то мы и сами догадывались. Роман настолько загадочен и удивителен, что однозначного ответа найти впрямую невозможно. Я многое чего понял, многое нащупал и попробовал сделать на сцене. Но я знаю, что одну вещь, пока не буду говорить, но я ее еще не нашел. Я надеюсь, что это произойдет со мной в одном из спектаклей. Ну, зрители вполне возможно помогут. У вас так совпало, что вместе с Печориным уже не на театральную сцену, а на экраны, и это «Россия-1» вышел фильм, который называется «Большой артист». Там какая-то лихо закрученная история. Я потом пересмотрю это специально, выкрою время, потому что не хватает сил и времени смотреть прямой эфир. Что это за съемки? Что за команда работала? И как вам там чувствовало себя Печориным? Удивительность в том, что над нами всеми судьба. Я это ощутил полноценно в этом году. В один день... Фаталист Лермонтов. Да. Так. Практически в один час мне поступает предложение «Большой артист», и я узнаю, что в театре будет ставиться герой нашей времени. Репетиции и съемки в одни сроки. Я даже не понял, даже объем, который на меня упал, свалился свыше. И здесь главная роль, и там главная роль. Там экспедиция. Почти на 40 дней мы уезжаем в горы, в Крым, по России вообще ездим. И здесь. Ни дня без репетиции. И премьера. Совпадает. Совпадает. В один день, в один час ориентировочно. И зрители даже не знают. Кто не знает, даже мой зритель, который за эти годы уже сформировался, не знает, где меня смотреть. Пишут на сцене или на канале. А вот давайте сейчас, кстати, ответим. Где лучше? Я, конечно, с огромным удовольствием хочу сам посмотреть фильм. Это большой труд, большая работа. Но в этот день у меня будет еще более важная миссия. И я буду перевоплощаться в... Григория Печорина. Да. Но вы все-таки не ответили на вопрос. Я услышал про горы, а чуть-чуть в кухне, что называется, актерской. Что разное, что где какие-то точки соприкосновения были? Нет, мы, зрители, любим все попроще. Партнеры. В чем была сложность? Валялись ли в грязи? Парили ли над грязью? Вот это. Ну, хорошо, скажу. У нас очень большой, хороший звездный состав в фильме. Большой артист. Евгений Сидихин и многие другие артисты. И я практически один из самых молодых. Но. Вот удивительный момент в жизни. Приятно, когда... Я на площадке вообще с раннего возраста, с 14 лет на съемочной. И всегда были очень хорошие роли, но я был младший. И даже какой-то внутри всегда то ли страх, то ли ощущение, что я не так что-то делаю. Называется зажим. Зажим не в кадре он был. Как только я попадал в кадр, и все, начинался дубль, я творил все, что угодно. Но как только он закачивался, я сразу боялся, что я что-то там народному артисту не так сказал. Это называется воспитанность. Может быть. Еще с Линкомой, опять же, в Линкоме я оказался тоже подростком в 13 лет. И, возможно, там меня вбили, эту железную дисциплину. В минуту в минуту прийти на спектакль. Все сделать четко, выучить текст, слушать внимательно режиссера, понимать его с полуслова. Вот с Юрием Ивановичем мы понимаем просто... Он заходит на репетиции, я уже знаю, что он думает и как сегодня надо играть. Опять же, возвращаясь к площадке. И тут настал момент, вот он с недавнего времени, когда мне показалось, что я вырос. Просто стал, ну, по возрасту, может быть, чуть-чуть старше. И я могу, не боясь, что-то предлагать, что-то менять и даже отстаивать очень серьезные какие-то вещи. Хотя я всегда был, в принципе, непримирим в каких-то вещах, если чувствовал, что это будет не так. А вы дубли смотрите свои? Иногда. Ну, есть актеры, которым это мешает. Мне нет. То есть я смотрю, но есть режиссеры, которые запрещают смотреть. Он говорит, нет, давай пробуй по-другому. Возвращаемся теперь к вашим театральным партнерам. Кого хотелось бы обязательно сейчас упомянуть. Может быть, это господин Грушницкий. Все-таки он будет убит вами. Роль Грушницкого исполняет замечательный артист нашего театра Алексей Трофимов. Скажу так, это очень сильное партнерство в плане Печорина-Грушницкий. Два персонажа, два героя, которые хорошо понимают друг друга. Особенно Печорин Грушницкий. Он знает, понимает все его мотивы. И это дает ему право насмехаться, управлять им и двигать его практически к этой трагедии. Вам Олег Даль с Андреем Александровичем Мироновым помогли в телеверсии Печорина Анатолия Афроса? Представляете, нет. Вот я посмотрел все экранизации и скажу так. Да, в кино по-другому. Они все артисты, великие, замечательно играют. Но если взять эту органику и перенести ее на сцену, ничего не получится. Сцена совсем другие законы. Какая-то другая страсть. Другой масштаб. Другая подача. Я это ощущаю, потому что у меня всегда театры и кино шли рядом. И эту грань я методом своих проб и ошибок, собственным, в общем-то, примером, я это понял. И то же самое в Печорине. В кино я играл бы совсем по-другому его. На сцене это какой-то другой... Ну, это все другое. Это плюс еще намного градусов выше. А сколько идет спектакль? Больше трех часов? Меньше. 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 Это героический поступок. Безусловно. Это тяжелый труд. Компоновать и спрессовать текст Лермонтова меньше, чем в три часа. Это уже интересно. Нила, что я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы у вас таких счастливых совпадений было в жизни больше, когда в одночасье поступают такие предложения, от которых совсем не хочется отказываться. Спасибо. Спасибо. Сегодня в главной роли Нил Крапалов, актер театра Моссовета. И мы говорили о премьере в этом замечательном театре спектакля, который будет называться «Герой нашего времени». Низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok